итак мы обещали сделать обзор на бронежилет комплект штурмовой от группы 99 вот мы пока не дождались самой последней версии комплекта ну поэтому решили сделать обзорчик на существующий вот соответственно мы отрегулировали на данный момент ну так слегка вот поэтому подвигайся в нем так ну давай буду задавать вопросы итак смотрите у нас вдруг 99 был только чехол комплект брони соответственно у нас была баллистика руб вот почему то мы не нашли не было вот этой плиты в принципе здесь корсетная плита продолжается может быть они имели ввиду что здесь только твердая бронеплита торчит вот все остальные плиты в наличии а именно фронтальная плита здесь стоит свмп плюс твердая бронеплита абдоминальная паховая дальше свмп стоит в поясе дальше локтевая часть бицепс наплечник шейная здесь круг и свмп воротник свмп дальше вот эти все места это смп вот здесь бронеплита соответственно стоит но в принципе то есть как бы из полного комплекта мы только вот твердую бронеплиту сюда вот не поставили вот поэтому вот обзорчик будет вот в таком паховая свмп стоит на месте вот в принципе ее можно носить на выпуск мы ну проще вот так примере она не мешает упор лежит это одна из немногих корсетных систем на рынке вот поэтому когда будем делать обзор мы будем упирать то есть как бы именно на аспект корсетного применения то есть как бы что дает корсет сковывает не сковывает как его регулировать как затянуть его надо ли вообще его затягивать в какие лямки его там затягивать протягивать и так далее дальше на этом корсете смонтирована система распределения веса вот она стойки с такой сс сделай наклон туда видите она вытягивается соответственно когда он делает наклон наклоняясь в эту сторону и делает упор соответственно то вытянулась когда он наклоняется в эту сторону по идее все время вот этот корсет вот этими стоечками слегка приподнят то есть удерживается стойками и снимается часть веса если эти стойки то есть кому правильно отрегулированы то до 100 процентов веса с не только теперь что необходимо выяснить мешает ли вот эти стойки перемещаться мешает ли эти стойки делать наклоны приседания вот вторая стоечка вот поэтому давайте сначала начнем с небольшого физо именно крупный план держи на стойках давай положение сидя так карты карты можешь сделать даже ну стече я карты например не могу сделать видите стойка пошла вперед вес у тебя снять сейчас или нет то есть вес на поясе отошел маленько вот прямо зазор покажи но при этом стойка натянута и соответственно за счет упора в корсет приподняла бронежилет твой правый выпад и на полную глубину можешь делать выпад вообще никак не сковывать вес при этом снят с плеч магия какая-то ну я лично думал что будет маленько похуже но вот магия она работает так что-то мешает буруди не так ничего не сбилось и так твои ощущения это не первый бронежилет который ты носишь давай на камеру твои ощущения так рекомендуешь эту систему рекомендуешь если какая-то на твой взгляд более удобная система и в фишки и постичевский печь фрейм до из полностью сборе стич фрейм то есть вот и так поэтому давайте сейчас каждый элемент рассмотрим в отдельности и соответственно ну поговорим о комплекте этой системы итак давайте теперь рассмотрим каждый элемент по пристальней повнимательней начнем с защиты рук во-первых наплечник пристегивается ну и может регулироваться вот в принципе он это анатомической формы вот хорошо регулирован единственная думаю что вот этот пряжечка вот она может слететь самый неподходящий момент вот я бы здесь ну отлично я бы заменил просто на мелком вот первый элемент дальше пристегивается к верхнему и вдоль него по сочленениям ходит в принципе достаточно эргономичная штука держит нормальный бицепс и никуда не сползает нижняя часть локтевая в принципе сама по себе удобно но вот она сама по себе может сползать сюда на запястье вот и так как она к локтевом суставе ничем не удерживается это постоянно происходит то есть в принципе ну я бы каким-то эластичными элементами то чтобы закрепил потому что она постоянно на запястье сваливается сваливается вот в принципе она совсем не свалится потому что да вот утяжка на резинках но ты не утянешь так чтобы она прямо не сползала ну никак то не сделаешь вот получается боковой силуэт рук выкинь вот боковой силуэт видите закрыт полностью то есть как бы в сердце не войдет через бицуху соответственно не залетит остается локоть незащищенный вот запястье при этом нормально защищена дырки ну если это именно плитник они бронежилет вот эти дырки между поясом и самим плитником они будут в принципе на данный момент плечо сделано лучше всего из тех вариантов что мы принципе видели подаем вот плечо прямо мега супер зачет по воротнику подвиги головой то есть мешает не мешает удобно голубо так давайте попробуем повыше в отстанутом варианте ну видно ну лично я бы может быть сделал его повыше по подбородок но в данном варианте то есть как бы он не мешает вообще в принципе осколки пули от бронежилета он четко защитит мелкие осколочки тоже вот этот вырез вот этот вырез он позволяет хорошо свободно двигаться но видите то есть как бы есть зона и даже если он затылочную подушку поставит но все равно маленькая зона для залета то есть как бы она есть ну осколочка то есть я бы ну ничего не мешает чтобы маленечко его приподнять дальше зоны подмышечные но это традиционно ну никак ты их не закроешь из подмышки соответственно но то она может залетать вот дальше плита держится стабильно внутри с вам паха плюс плита то есть принципе плиту можно снять можно работать полностью в смп бронежилет опирается на очень широкий наплечник в наплечнике свмп то здесь свмп здесь свмп то есть фронтальная проекция когда он лежит на нем соответственно шлем в принципе ну вот только вот вот это сочленение может залететь сверху в принципе жизненно важных органов здесь уже нету то есть смп закрыла все жизненно важные органы система соответственно быстро сброса с двух сторон то есть справа и слева и ну какая рука у тебя осталась здоровой стакую и дернешь так дальше в принципе сюда на эту панель ее можно перевешивать с какой-то там вариантом другом другим вариантом нагрузки дальше брюшная но в некоторых моделях делают абдоминальную пластину не ставят опаховую пластину прямо к бронежилету крепят в принципе никто не мешает и здесь точно также поступить вот но вот интересное решение то есть группа 99 ну видит это таким образом напашник классический трилистник по поясу повернись но в принципе это не самый широкий пояс из тех которые мы продаем или которые продавали но вот средний ширины сидит он удобно вес который с ткс он переносится он держит нормально хорошо держит все давайте теперь мы разберем все эти элементы и покажем ну каждый из них давайте мы начнем потихонечку снимать бронежилет и обратите внимание на как регулируется корсет видите вот это корсет вы его продеваете сюда вот в этот карман вот он лямочка специально вот и важно когда вы его затягиваете чтоб важно чтобы вот здесь вот не образовывалась вот такая вот каверна то есть если каверна есть вы плохо отрегулировали свой корсет да здесь соответственно вы можете поставить либо smp панель либо smp плюс плиту либо просто плиту обратите внимание куда крепится сттксс есть два кармана то есть сейчас у нас стоит на нижний карман можно поставить на верхний карман то есть какой рост эти два метра но вот у нас товарищ двухметровый соответственно если человек будет менее богатырской комплекции соответственно скорее всего верхнюю будете ставить с этой стороны то же самое потом корсет заходит мы его вытащили не снимется пока не освободим бицуху все давайте поговорим ну давайте начнем с пояса и так соответственно по поясу smp вы вставляете открыв вот этот карман это есть стоит у нас вот дальше правильно отрегулированный ссс то есть должен быть симметричный если здесь на вторую лямку поставили то и справа на вторую если например слева там или справа на третью а справа на вторую лямку это означает что вы не симметрично затянули корсет и но лучше перешнуровать и нормально симметрично затянуться потому что кривых косых ну в принципе них есть они есть но как правило они негодны для военной службы вот дальше по застежкам у группа 99 это пластик вот достаточно надежный но если кто парится то есть как бы ну ставьте металлическую застежечку дальше нету центральной кнопки на пузо страхующий ну кому-то нравится кому-то нет скобинат дело вкуса так теперь по установке нет и здесь шнуровка камербанда фактически пусть не корсета корсета она а дальше идет камербанда вот для ее фиксации предусмотрен вот такая лямочка он продеваете принципе можно там как-то утягивать затягивать вот по установке плиты плита ставится верхний отдел верхний отдел в нижний отдел в нижний отдел ставится нот к телу без он поехал вот тот комплект брони который группа 99 оригинальный предлагает он от компании технком и он из аромидных тканей соответственно я думаю аромидная ткань ну она менее жесткая соответственно она будет лучше сидеть на теле но по боевым качеством соответственно лично я взял с равно птика бы она крепче долговечней и так далее так теперь о регулировке корсета по установке стоит сттксс ну ситуация достаточно простая вынули ставили верхний ну если вам нужно чтобы общая длина уменьшилась либо вынули соответственно вставили в нижней то здесь все достаточно просто идет здесь регулировка корсета но я не буду разбирать короче внутри идет с мп и армирующая основа на пластиковая вот не знаешь какой-то материал но с мп внутрь к телу дальше идет утяжка которая смотрите очень важно если вы неправильно отрегулируете вот эту ширину то из ттксс у вас не встанет примерно вот по центру ведер пусть он будет либо спереди либо сзади вот ну в идеале то есть как бы где-то где-то по центру бедра он должен у вас поясница находиться резина вот этого корсета это то что позволяет вам собственно дышать корсет потому что вы утягиваете достаточно плотно резинка достаточно эластичная кстати дышать можно дышать хорошо хорошо так дальше смотрим теперь про плечевую часть ее можно регулировать выше люди то есть она очень хорошо соответственно садится на плечи я дуэт я думаю мы просто неправильно регулировали потому что посмотрите назад то есть она у нас была вот здесь ну то есть вот это наша ошибка при регулировке соответственно я думаю мы сможем отрегулировать чтоб она идеально затылочную область закрывала ну в принципе у нас сожалению очень мало этих комплектов вот группа 99 выполняет госзаказы соответственно но благодаря тому что мы с ними работаем уже почти восемь лет в группу 99 когда они еще не были составе концерна калашников в группе ростех вот нам некоторое количество выделяют можно заказать оригинальные оригинальные от тех инкома делаются достаточно долго я честно говоря но их не видел ни разу вот если вы заказываете не оригинальные то мы например их рекомендуем от компании баллистика ru вот вот здесь стоят именно они вот вы можете заказать там в 20 с небольших слоев можете в тридцать помощи слоев вот 36 слоев это бр-2 де-факто держит 20 с небольшим слоев это бр-1 но вы уже смотрите сами какие-то по плитам мы запихнули сюда ну стандартные плиты вот это были от бпр ярл вот керамика соответственно даже более толстые плиты то есть со свистом сюда залетают поэтому общее резюме вещь достойная если вы смогли выхватить такой комплект вы везунчик пользуйтесь радуйтесь так что вы можете заказать